Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Раскоронованный шакра молодой сбежал из колонии, опасаясь за свою жизнь. Покушение готовили спецслужбы, с которыми он был близок, по версии россиян. Чтобы избежать незавидной участи, экс-вор в законе выходит на связь с крайне враждебными, к нему чеченскими авторитетами, согласно информации украинских изданий. Войнахи могли стать последним шансом молодого. Во-первых, при задержании он фактически отказался от титула вора в законе, чем оттолкнул поддержку многих криминальных авторитетов. Во-вторых, его конкурент Терриэль Аняни, Таро, уже освободился и в ближайшее время официально станет главным криминальным королем в СНГ. А, в-третьих, он оказался между молотом и наковальней в борьбе российских спецслужб за сферы влияния, о которой не раз заявляли в СМИ. Согласно предположению издания Лента.ру, Шакра молодой привлек спецслужбы своими незаурядными способностям еще в 2014 году. Спецслужбам нужен был такой человек для контроля криминальных группировок и остановки криминальной войны. В 1999-м они якобы организовывают бегство молодого в Испанию из-за конфликта на почве раздела Красноярского и Братского алюминиевых заводов. Кроме того, этот переезд связывают с попыткой контроля серой сферы экономики Испании со стороны спецслужб, где из-за своей неосторожности привлекает внимание испанских карабинеров Интерпола и попадает под арест. После отбытия срока он возвращается обратно в Россию, где вместо ареста или экстрадиции в Грузию, в которой он был заочно осужден на 18 лет, силовики проводят обычную профилактическую беседу и якобы дают под штаб-квартиру здание бывшего казино Golden Palace. По одной из версий, такое лояльное отношение связано с дальнейшим использованием Шакра со стороны спецслужб для раздела сфер влияния, о чем говорит громкое дело, связанное с верхушкой СК. По итогу были арестованы высокопоставленные офицеры МВД, генерал и два полковника. Вследствие чего СК был скомпрометированы многие люди связанные с ним, но оставшиеся в тени выбыли из игры. Итак, давайте вкратце пробежимся по биографии вора в законе Шакра Молодого. Экс-главный вор в законе России Шакра Молодой. Последние новости про Шакра Молодого гласят, что получив очередной крупный срок лишения свободы, он на днях этапом приехал к месту отбывания наказания и К-2 строгого режима, которая находится в поселке Двубратский из Лобинского района Краснодарского края. Поговаривают, что место многолетней отсидки было выбрано неспроста. Именно в Южном федеральном округе у вора в законе прочные позиции. Здесь власть держат его смотрящие и положенцы. Поэтому есть вероятность, что вопрос о выборе колонии был согласован через влиятельных лиц, чем-то обязанных Калашову. Ведь, как известно, воров обычно всегда отправляли отбывать наказание в суровые края России, но никак не в курортный климат. Захарий Калашов по национальности является езидом, поэтому вероятно, что его предки когда-то жили на севере Ирака, где обитали езиды. Родился будущий авторитетный вор в Тбилиси 20 марта 1953 года. Шакра молодой так же, как и дед Хасан просто ненавидит, когда его называют Крудом, он всегда говорит, что он езид, а курды наши враги. Детство провел, как и водится, среди дворовой шпаны, грезящей криминалом. Вообще в те годы, когда Захарий был подростком, воров в Грузии было много, почти на каждой улице жил какой-нибудь карманик, имеющий воровской титул законника. Таких людей уважали, к ним ходили со своими бедами простые горожане. И не мудрено, что пацаны еще с малых лет приобщались к воровской среде. Так и Калашов в 17 лет первый раз угодил в тюрьму за кражу. Это была почетная в криминальном мире статья. Оследование воровским законом и непримиримость с администрацией, сделали свое дело в первый же год отсидки молодого заключенного короновали в воров в законе. Крестниками нового законника выступили такие уголовные авторитеты, как Айваз Мерзоев, Чипи и Джимал Микеладзе, Арсен. Освободившись, Захарий Калашов еще четыре раза попадал в тюрьму и все по той же почетной воровской статье. В тюрьмах Грузии он уже был известной личностью. В России отметился лишь в 80-е годы, когда за ту же кражу был отправлен в тюрьму Новочеркаска в Ростовской области. К 90-м годам за Калашовым уже прочно закрепилось прозвище Шакра Молодой. Когда наступила пора рэкета, Шакра был уже в Москве, где играл не последнюю роль на криминальной арене. Конечно, в те годы он не мог сравниться влиянием с тем же Рудольфом Агановым или Дедом Хасаном, но какой-то вес все-таки имел. Говорят, к его мнению прислушивались многие авторитеты. В разгар криминальной войны Шакра Молодой особо не выделялся. Воровские кланы и различные АПГ делили московскую землю, оставляя за собой горы трупов. Наиболее влиятельные законники гибли от пул убийц или становились добычей силовиков. На этом фоне влияние Шакра Молодого только росло. Он оставался свободным и не лез в распри между кланами. Однако в 1999 году у него случился конфликт с одним из лидеров криминального мира на почве раздела Красноярского и Братского алюминиевых заводов. И Шакра Молодой уезжает в Испанию. Здесь он совместно со своими людьми создает бизнес, вероятно вкладывая в него деньги, добытые преступным путем на родине. Шакра налаживает контакты с европейскими АПГ, лидерами которых являлись выходцы из стран СНГ. Именно в испанский момент его жизни местные правоохранители связывают некоторые убийства и похищения, организатором которых являлся Шакра Молодой. К 2005 году империя Калашова настолько стала обширной, что ему пришлось покинуть Испанию из-за боязни уголовного преследования, на него активно собирали компромат силовики. Поэтому он принимает решение отправиться в Арабские Эмираты. Но здесь он продержался недолго, его объявили в розыск по линии Интерпола, и вора в законе арестовали и экстрадировали в Испанию, где уже предъявили обвинение в отмывании денег. Приговором суда Шакра Молодой был отправлен на 7 лет в тюрьму. Помимо этого его обязали выплатить штраф в 20 миллионов евро. Пока Захарий Калашов отбывал наказание в Испании, власти Грузии объявили воров в законе вне закона. Теперь только за титул можно было схлопотать 10 лет тюрьмы. Казалось бы в Испании ему нечего было бояться, но грузинские силовики признали Шакра Молодого виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, который являлся совладельцем московского казино Кристалл. Вор в законе был заочно приговорен к 18 годам тюрьмы. Грузинские власти считали, что после отбытия испанского срока Захария Калашова экстрадирует к ним. Но здесь вышел просчет. Оказалось, что Шакра Молодой имел двойное гражданство. И освободившись 29 октября 2014 года, законник благополучно приехал в Россию. Здесь с ним сразу же провели профилактическую беседу силовики. По некоторым данным, Шакра Молодого предупредили, чтобы он не развивал бурную деятельность и не доставлял хлопот правоохранительным органам. Почему его не выдали Грузии, до сих пор остается загадкой. Надо отметить, что к его возвращению готовились практически все лидеры криминального мира. После убийства в 2013 году деда Хасана, в преступной среде не было единого лидера, который бы мог решать насущные вопросы воровских кланов. Кандидатура Шакра Молодого устраивала всех. Поэтому, оказавшись в России, Калашов сразу же принял бразды правления в свои руки. Его штаб-квартирой, где он принимал влиятельных авторитетов, стало здание бывшего казино Golden Palace. Первым делом вор Шакра Молодой лишил воровских статусов многих уголовников, которых короновали во времена вражды деда Хасана Стариэла Маниани. Как рассудил главный вор страны, эти люди были недостойны носить воровские звезды, что их просто привлекли в качестве массовки, чтобы у кланов было больше союзников из криминальной среды в звании воров. Впрочем, некоторые из развенчанных рискнули появиться в резиденции главного вора и потолковать с ним насчет своей участи. Но лишь немногим их статус был возвращен. Между тем, неизвестно, зачем Шакра Молодому понадобилось курировать целую преступную схему по отъему небольшого бизнеса. Для этого он создал целую АПГ, во главе которой стояли его охранник Батыр Бекмурадов, Бек и солнцевский авторитет Андрей Кочуйков, итальянец. Из воровского общака были выделены деньги на покупку Чопов-защитник и заслон. Благодаря этому, боевики, которых оформляли как охранников, получили лицензию на ношение оружия. Все шло своим чередом, бандгруппа вымогала у бизнесменов деньги, Шакра Молодой попутно управлением АПГ решал воровские дела. Но тут случилось неожиданное. Как уже известно, в конце 2015 года его бойцы, под управлением солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова, вторглись в ресторан Элементс, что на Рочдельской улице. Они требовали от хозяйки Жан и Ким 8 миллионов рублей, которая якобы их задолжала дизайнеру Фатиме Мисиковой. Это вымогательство вылилось в резонансную перестрелку, когда в защиту Ким выступил бывший офицер КГБ Эдуард Буданцев со своими коллегами из юридической фирмы. В результате той разборки погибло двое человек, а еще семеро оказались ранены. На тормозах дело не удалось спустить даже Шакра Молодому. Ему пообещали за 5 миллионов евро уладить этот вопрос. Но при передаче взятки были задержаны высокопоставленные офицеры МВД, замглавы столичного главка ведомства Денис Никандров, глава управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ломонов. В итоге ниточка привела их к Захарию Калашову, которого арестовали прямо в его доме, интерьером которого может позавидовать любой антиквар. Как и следовало ожидать, дело было крупным для силовиков. Окончательный суд состоялся лишь спустя несколько лет. Шакра Молодого приговорили 29 марта 2018 года к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кочуйков был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Стоит заметить, что когда вор в законе прибыл в Пресненскую пересыльную тюрьму, арестанты устроили ему приветствие, видео которого попало в интернет и было растиражировано многими СМИ. Это еще раз говорит о большом влиянии Шакра Молодого на уголовную среду. Больше всего удивления вызвали последние новости о Шакре Молодом, когда выяснилось где он будет отбывать наказание. Пристанищем для него стала колония в Краснодарском крае. В этом регионе у Захария Калашова сильные позиции. Здесь же находятся и его родственники, вора в законе Шалва и Дата Азмановы, которых Шакра всегда поддерживал. Естественно, что авторитетная родня не оставит своего влиятельного босса даже в тюрьме. Последние новости про Шакра Молодого гласят, что получив очередной крупный срок лишения свободы, сразу приехал к месту отбывания наказания ИК-2 строгого режима, которое находится в поселке Двубратский у Слабинского района Краснодарского края. Поговаривают, что место многолетней отсидки было выбрано неспроста. Именно в Южном федеральном округе у воров в законе прочные позиции. Здесь власть держат его смотрящие и положенцы. Поэтому есть вероятность, что вопрос о выборе колонии был согласован через влиятельных лиц, чем-то обязанных Калашову. Ведь, как известно, воров обычно всегда отправляли отбывать наказание в суровые края России, но никак не в курортный климат. Захарий Калашов по национальности является езидом, поэтому вероятно, что его предки когда-то жили на севере Ирака, где обитали курды. Родился будущий авторитетный вор в Тбилиси 20 марта 1953 года. Детство провел, как и водится, среди дворовой шпаны, грезящей криминалом. Вообще в те годы, когда Захарий был подростком, воров в Грузии было много, почти на каждой улице жил какой-нибудь карманник, имеющий воровской титул законника. Таких людей уважали, к ним ходили со своими бедами простые горожане. И не мудрено, что пацаны еще с малых лет приобщались к воровской среде. Так и Калашов 17 лет первый раз угодил в тюрьму за кражу. Это была почетная в криминальном мире статья. Оследование воровским законом и непримиримость с администрацией сделали свое дело в первый же год отсидки молодого заключенного короновали в воров законе. Крестниками нового законника выступили, такие уголовные авторитеты, как Айвас Мерзоев, Чипи и Джимал Микеладзе, Арсен. Освободившись, Захарий Калашов еще четыре раза попадал в тюрьму, и все по той же почетной воровской статье. В тюрьмах Грузии он уже был известной личностью. В России отметился лишь в 80-е годы, когда за ту же кражу был отправлен в тюрьму Новочеркасска в Ростовской области. К 90-м годам за Калашовым уже прочно закрепилось прозвище Шакра Молодой. Когда наступила пора Рекита, Шакра был уже в Москве, где играл не последнюю роль на криминальной арене. Конечно, в те годы он не мог сравниться влиянием с тем же Рудольфом Агановым или Дедом Хасаном, но какой-то вес все-таки имел. Говорят, к его мнению прислушивались многие авторитеты. В разгар криминальной войны Шакра Молодой особо не выделялся. Воровские кланы и различные ОПГ делили московскую землю, оставляя за собой горы трупов. Наиболее влиятельные законники гибли от пулюбийц или становились добычей силовиков. На этом фоне влияние Шакра Молодого только росло. Он оставался свободным и не лез в распри между кланами. Однако в 1999 году у него случился конфликт с одним из лидеров криминального мира на почве раздела Красноярского и Братского алюминиевых заводов. И Шакра Молодой уезжает в Испанию. Здесь он совместно со своими людьми создает бизнес, вероятно вкладывая в него деньги, добытые преступным путем на родине. Шакра налаживает контакты с европейскими ОПГ, лидерами которых являлись выходцы из стран СНГ. Именно в испанский момент его жизни местные правоохранители связывают некоторые убийства и похищения, организатором которых являлся Шакра Молодой. К 2005 году империя Калашова настолько стала обширной, что ему пришлось покинуть Испанию из-за боязни уголовного преследования, на него активно собирали компромат силовики. Поэтому он принимает решение отправиться в УАЭ. Но здесь он продержался недолго, его объявили в розыск по линии Интерпола, и вора в законе арестовали и экстрадировали в Испанию, где уже предъявили обвинение в отмывании денег. Приговором суда Шакра Молодой был отправлен на 7 лет в тюрьму. Помимо этого его обязали выплатить штраф в 20 миллионов евро. Пока Захарий Калашов отбывал наказание в Испании, власти Грузии объявили воров в законе вне закона. Теперь только за титул можно было схлопотать 10 лет тюрьмы. Казалось бы в Испании ему нечего было бояться, но грузинские силовики признали Шакра Молодого виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, который являлся совладельцем московского казино Кристалл. Вор в законе был заочно приговорен к 18 годам тюрьмы. Грузинские власти считали, что после отбытия испанского срока Захария Калашова экстрадирует к ним. Но здесь вышел просчет. Оказалось, что Шакра Молодой имел двойное гражданство. И освободившись 29 октября 2014 года, законник благополучно приехал в Россию. Здесь с ним сразу же провели профилактическую беседу силовики. По некоторым данным, Шакра Молодого предупредили, чтобы он не развивал бурную деятельность и не доставлял хлопот правоохранительным органам. Почему его не выдали Грузии, до сих пор остается загадкой. Надо отметить, что к его возвращению готовились практически все лидеры криминального мира. После убийства в 2013 году деда Хасана в преступной среде не было единого лидера, который бы мог решать насущные вопросы воровских кланов. Кандидатура Шакра Молодого устраивала всех. Поэтому, оказавшись в России, Калашов сразу же принял бразды правления в свои руки. Его штаб-квартирой, где он принимал влиятельных авторитетов, стало здание бывшего казино Golden Palace. Первым делом вор Шакра Молодой лишил воровских статусов многих уголовников, которых короновали во времена вражды деда Хасана, Стариэла Маняне. Как рассудил главный вор странный, эти люди были недостойны носить воровские звезды, что их просто привлекли в качестве массовки, чтобы у кланов было больше союзников из криминальной среды в звании воров. Впрочем, некоторые из развенчанных рискнули появиться в резиденции главного вора и потолковать с ним насчет своей участи. Но лишь немногим их статус был возвращен. Между тем, неизвестно, зачем Шакра Молодому понадобилось курировать целую преступную схему по отъему небольшого бизнеса. Для этого он создал целую ОПГ, во главе которой стояли его охранник Батыр Бекмурадов, Бек, и солнцевский авторитет Андрей Кочуйков, итальянец. Из воровского общака были выделены деньги на покупку Чопов-защитник и заслон. Благодаря этому, боевики, которых оформляли как охранников, получили лицензию на ношение оружия. Все шло своим чередом, бандгруппа вымогала у бизнесменов деньги, Шакра Молодой попутно управлением ОПГ, решал воровские дела. Но тут случилось неожиданное. Как уже известно, в конце 2015 года его бойцы, под управлением солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова, вторглись в ресторан Elements, что на Рочдельской улице. Они требовали от хозяйки Жанны Ким 8 миллионов рублей, которая якобы их задолжала дизайнеру Фатиме Мисиковой. Это вымогательство вылилось в резонансную перестрелку, когда в защиту Ким выступил бывший офицер КГБ Эдуард Буданцев, со своими коллегами из юридической фирмы. В результате той разборки погибло двое человек, а еще семеро оказались ранены. На тормозах тело не удалось спустить даже Шакра Молодому. Ему пообещали за 5 миллионов евро уладить этот вопрос. Но при передаче взятки были задержаны высокопоставленные офицеры МВД, замглавы столичного главка ведомства Денис Никандров, глава управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ломонов. В итоге ниточка привела и к Захарию Калашову, которого арестовали прямо в его доме, интерьером которого может позавидовать любой антиквар. Как и следовало ожидать, дело было крупным для силовиков. Окончательный суд состоялся лишь спустя несколько лет. Шакра Молодого приговорили 29 марта 2018 года к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кочуйков был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Стоит заметить, что когда вор в законе прибыл в Пресненскую пересыльную тюрьму, арестанты устроили ему приветствие, видео которого попало в интернет и было растиражировано многими СМИ. Это еще раз говорит о большом влиянии Шакра Молодого на уголовную среду. Больше всего удивления вызвали последние новости о Шакре Молодом, когда выяснилось где он будет отбывать наказание. Пристанищем для него стала колония в Краснодарском крае. В этом регионе у Захария Калашова сильные позиции. Здесь же находятся и его родственники, воры в законе Шалва и Дата Азмановы, которых Шакра всегда поддерживал. Естественно, что авторитетная родня не оставит своего влиятельного босса даже в тюрьме. Шакра Молодой не сможет повлиять на религиозных, на экстремистов в колонии. Этапирование вора в законе Захария Калашова, Шакра Молодой, в одной из колоний Юга России, может быть реализацией некого специального плана в СИН. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. С помощью уже бывшего влиятельного законника, власти пытаются сдержать рост влияния ВК осужденных экстремистов. Но на самом деле все наоборот. Власти решили наказать Шакра Молодого с помощью тюремных джематов. По мнению собеседника агентства, в последнее время во многих российских колониях отмечаются тревожные тенденции. Если раньше все пенитенциарные заведения условно делились красные, контролируемые администрацией и черные, с большим весом влияния воров в законе, то теперь можно говорить о появлении новых колоний, зеленых, где всем заправляют так называемые джематы, состоящие из осужденных, исповедующих радикальное течение ислама. Для контроля ситуации в СИН и отправляют в проблемные регионы авторитетных воров в законе, которым бы прислушивались представители всех тюремных каст. В этом плане наиболее тяжелая ситуация сложилась в колониях Урала и Юга России. Поэтому на Урал из Поволжья отправили вора в законе Эдуарда Сахнова, Сахно, отбывающего 25-летний срок. В надежде на то, что этот один из лидеров группировки общак сможет уравнять положение. А на юг России как раз бросили Захария Калашова, имевшего перед арестом статус вора в законе номер один, тем более, что у него сложились отличные отношения с влиятельными фигурами с Северного Кавказа. Известно, что Калашова уже отправили из столичного СИЗО Красная Пресня в южном направлении России. Конкретный регион правда не называется, но положенцы и смотрящие в Краснодарском крае, ни один законник там сейчас не сидит, уже приготовились к встрече уважаемого гостя. Этот регион был бы идеальным и для самого Калашова, влияние его клана на Кубани исторически было высоким. В настоящий момент криминальную обстановку там контролируют его родственники, законники Давид Азманов, Дата, и Шалва Азманов, Куса. А появление там еще и самого Калашова только усилит их положение. Это, в свою очередь, стало неприятной новостью для ряда других воров, в первую очередь, Эдуарда Асатряна, Эдика Ситрина, который в последнее время пытался как раз закрепиться в Краснодарском крае и Ростовской области. При этом, вероятно, шакры молодого периодически будут вновь доставлять в Москву, так как против него могут быть выдвинуты новые обвинения по ряду дел. В частности, в декабре 2018 года Таганский суд Москвы фактически обязал ГСУ СК РФ по Москве начать расследование о хищениях двух крупнейших столичных казино «Кристалл» и «Голден-Пала» с Калашовым и неустановленными сотрудниками правоохранительных органов. Эти материалы ранее по неизвестной причине исчезли у следователей, найти их так и не смогли. Кроме того, шакра молодой является свидетелем по делу о получении взятки сотрудниками СК РФ за освобождение его с подручного авторитета Андрея Кочуйкова, итальянец. Следователи ФСБ считают, что встреча шакра с находившимся под арестом Кочуйковым была организована прямо в здании ИСО, подца СК РФ, и этот факт дополнительно указывает на коррупционную составляющую этого дела. Шакра молодой не предоставил новых фактов следствию. Лихо раскрученное уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников следственного комитета и их коррупционных связей с представителями криминального мира дошло до суда. В число подследственных попали бывший глава ГСУ СК, по Москве Александр Драманов, бывший начальник управления СК, подца Алексей Крамаренко и бывший руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко. Всем вменяют вину в получении взятки, в размере 1 миллиона долларов. За эти деньги офицеры должны были освободить из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова, итальянец, правую руку вора в законе Захария Калашова, Шакра молодой. Итальянец был арестован после резонансной стрельбы в декабре 2015 года около ресторана Elements, когда вместе с соратниками пришел сюда вымогать деньги у владелицы заведения Жанны Ким. В дальнейшем вместе с Кочуйковым под арестом окажется и Шакра молодой, и те высокопоставленные силовики, которые брали взятку за освобождение итальянца. И если криминальных лидеров осудили без особых проволочек, и они отправились отбывать наказание, то отношение силовиков следствия шло долго. Теперь дело доведено до суда, и одним из свидетелей на процессе должен был выступить Захарий Калашов. Однако что-то нового вор в законе не сказал. Меня уже спрашивали, я рассказал все, что знаю. К этому делу я вообще не имею отношения, лиц этих не знаю, ни с кем из них не пересекался, заявил Калашов, который выступил в суде по видеоконференц-связи из Устлобинской колонии в Краснодарском крае. Бособвинитель Игорь Потапов огласил показания, которые Калашов дал в ходе следствия по делу офицеров. На первом допросе в ФСБ Шакра заявил, что не имеет никакого отношения к преступной иерархии, не имеет прозвища в криминальном мире, не знаком ни с кем из обвиняемых следователей, даже не знает об их существовании. Следствие установило, что в мае 2016 года Шакра встречался с Качуйковым в здании управления СКР, пацая столицы. Такая встреча действительно состоялась. От кого-то из моих знакомых, точно не помню, от кого, я узнал, что в этот день будут проводиться следственные действия с участием Качуйкова и его доставят из СИЗО. Так как мы с ним давно не виделись, я решил увидеться с ним хотя бы мельком в коридоре, когда его поведут в кабинет следователя и оказать ему моральную поддержку. Я надеялся, что увидев меня, он поймет, что его друзья, которым я причисляю себя, его поддерживают и несмотря ни на что, помнят о нем. Кроме того, я знал, что Андрей в последнее время нервничал, вел себя нездержанно, отказывался прислушиваться к адвокатам, конфликтовал со следствием, рассказал на допросе Калашов. Когда я увидел его в коридоре, я предложил ему подумать над тем, как сделать его защиту более эффективный и разумный, предложил рассказать правду. Качуйков мне заявил, что признавать вину не будет. Я же полагал, что Качуйков, рассказав правду, получит больше шансов поскорее вернуться к нормальной жизни в семье, заявил Шакра Молодой. Следователи не задали ему вопрос, как именно он прошел в коридор управления СК РПЦ.